МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ювелирная мастерская. Настоящее царство природных кристаллов. Здесь неброские камни превращаются в яркие, совершенные сокровища, в образцы идеальной симметрии. Натуральные камни те, которые создала природа. И, в принципе, человек взял их из природы, сделал им форму, та, которая понравилась человеку, и стал использовать для украшения себя, окружающих людей. В прежние времена философы считали кристаллы промежуточным звеном между живой и неживой материей. Ведь прежде чем попасть в оправу украшения, драгоценные камни растут, могут постареть и разрушиться. И сегодня за этим можно наблюдать не только в природе, но и в научно-технических лабораториях. Последнее десятилетие мы перешли от простого копирования природы к воспроизведению систем живой природы уже на другой основе. Вот что важно. А это стало возможным только благодаря росту наших фундаментальных знаний. Самоцветы. Камни прозрачные и очень твёрдые. Эти свойства присущи многим кристаллам благодаря их молекулярному строению. Внешняя геометрически чёткая форма соответствует упорядоченной структуре внутри. Атомы располагаются в определённом порядке, образуя кристаллическую решётку. Если её структура однородна, решётка не прерывается внутри вещества. Перед нами монокристалл. После открытия рентгеновских лучей стало видно, что каждый кристалл, который мы берём в руки, минерал, он состоит из очень сложной трёхмерного конструкции. Да, что он состоит из трёхмерно расположенных атомов. И вот трёхмерное сложное строение окружающих нас объектов, в первую очередь кристаллов, и заложило основы современного материаловедения. Так из минералогии возникла другая наука. Это кристаллография, изучающая кристаллы, их структуру и свойства. А затем, видя данные рентгеноструктурного анализа, стали сопоставлять, как свойства связаны с расположением атомов. То есть восстановилась некая цепочка, триада, структура, свойства, рост кристаллов. Поняв кристаллы изнутри, учёные научились выращивать их, скопировав природные процессы. Внешне неотличимые от природных минералов, камни искусственные могут обладать удивительными свойствами. Искусственный он более совершенный по своей структуре. Этим он отличается от природного. У меня в руках находится кристалл, монокристалл лейкософира, выращенный в лаборатории высокотемпературной кристаллизации. Вот с такого кристалла начиналось развитие технологии в нашей лаборатории. Сегодня ни одна область науки и техники не обходится без кристаллов. Они используются повсюду, от микроэлектроники до лазерных установок. Но каждой области применения нужен свой, особенный кристалл. Каким он будет, зависит от метода его выращивания и химического состава. На этом участке у нас изготавливаются монокристаллы. Для этого нам потребуется шихта, из которой в дальнейшем будет выращиваться монокристалл. Собственно, это сырье и основа того, из чего потом вырастет монокристалл. Шихта – смесь исходных компонентов. Их может быть много, в зависимости от вида кристалла. Специалист смешивает оксиды метана, галлия и тантала, чтобы получить пьезокристалл – кристалл, умеющий вырабатывать электричество. Полученную однородную массу прессуют в таблетку и отправляют в печь. Здесь она выпекается при температуре 1400 градусов. После завершения процесса синтеза, который длится порядка 20 часов, мы получаем вот такой уже готовый плотный брикет. Зачастую с трещинами, но это не влияет на его физические свойства. Шихту помещают в установку, чтобы снова расплавить. На верхнем штоке закрепляется затравка – небольшой кристалл. По химическому составу он полностью совпадает с шихтой. Иначе кристалл расти не будет. Одним из главных параметров при выращивании кристаллов является его затравка, которая изготавливается из самого лучшего качественного кристалла. Качество затравки и определит в дальнейшем качество всего вот этого кристалла. Когда тепловой узел разогреется, шихта начнет плавиться. Температура в печи не одинакова. Внизу – 1600 градусов, чуть выше – не более 1300. Благодаря разнице температур, расплавленная шихта будет давать пищу для роста кристалла вокруг затравки. Когда химическая смесь нагревается, ее молекулы налипают на кристалл затравку, как кисель на ложку. В более холодной области печи расплавленная смесь начинает кристаллизоваться. Это напоминает игру в пазлы. Каждая молекула занимает точное место в решетке. И так слой за слоем, кристалл затравка, ровно обрастает новыми молекулами, пока не достигнет нужного размера. У нас прошла неделя. Процесс выращивания закончен. Порядка суток еще установка охлаждалась. Естественным охлаждением до комнатной температуры. Теперь мы можем открыть установку и посмотреть, что там произошло. Открываем установку. Снимаем изоляцию. Вот такой монокристалл у нас получен. Этот яркий камень пьезокристалл. Даже при небольшом механическом воздействии он вырабатывает электрический заряд. Это происходит благодаря тому, что ионы в решетке кристалла расположены вдоль полярных направлений, электрических осей. Вот я буду постукивать не сильно по этому кристаллу. И вы видите, что загорается светодиод зеленого цвета. Если я этот кристалл проверну на 180 градусов, то это показывает отрицательный заряд этой пьезоосей. Я перевернул, теперь так же стучу по нему. И вы видите, что загорается светодиод красного цвета. Это говорит о том, что при воздействии у него даже небольшой деформацией возникает заряд, который данный прибор его регистрирует. Если воздействовать на такой кристалл электричеством, он в ответ деформируется. Это обратный пьезоэффект, лежащий в основе работы многих бытовых приборов. Например, от пьезокристаллов, подобных этому, зависит тактовая частота вашего компьютера. То есть, сколько операций в секунду он может выполнить. Если у человека есть мобильный телефон, электронные часы, потому что в каждом из этих устройств есть приборы, которые работают на основе обратного пьезоэффекта. Это резонатор, который стабилизирует тактовую частоту. Не всякому кристаллу для роста требуется сверхвысокая температура. Чтобы получить водорастворимый кристалл, достаточно и 40 градусов Цельсия. Наша лаборатория занимается ростом кристаллов из растворов водных солей. Это семейство кристаллов, никелевые и кобальтовые сульфаты шестиводные. Они отличаются, во-первых, своей формулой химической, из-за этого своей кристаллической структурой. Метод выращивания кристаллов из насыщенных растворов – один из самых популярных. Внутри этих аквариумов тоже есть затравки. Чтобы достичь нужного размера и массы не менее 500 граммов, они проведут здесь больше двух месяцев. В течение этого времени специалисты контролируют температуру, давление и следят, чтобы на ровных поверхностях не появились лишние отростки паразиты. Они могут нарушить формирование правильности внутренней структуры кристалла. Вот таким данный кристалл был в начале роста. Через полтора месяца мы вынули кристалл около 400 грамм массой. Долго держать такие кристаллы в руках нельзя. Растают. А для того, чтобы их разрезать, достаточно простой хлопчатобумажной нити. Кристаллы, выращенные методом водорастворной кристаллизации, они являются растворимыми в воде. А также они еще являются очень хрупкими, и поэтому плохо поддаются разрезке каким-нибудь другим механическим способом. Несмотря на хрупкость, водорастворимые кристаллы используются в серьезной оптической технике, работающей в определенном диапазоне ультрафиолетового излучения. Одни приборы на основе такого кристалла способны заметить лесной пожар на расстоянии нескольких километров. Другие диагностировать состояние здоровья человека. Данные кристаллы растут послойно, и симметрия выросшего кристалла повторяет симметрию кристаллической атомной структуры данного вещества. Мы видим здесь хорошо сформированные грани, и углы между определенными гранями, с определенными значениями индексов, они постоянны для данного семейства кристаллов. В зависимости от того, какие были условия роста, может меняться площадь каких-то граней, но углы между ними будут оставаться постоянными. Такое постоянство – основной признак каждого кристалла. А вот свойства могут меняться в зависимости от площади молекулярной решетки. В этой лаборатории создают тончайшие пленки наноразмеров. Это уже не выращивание, а молекулярное наслаивание кристаллической решетки. Самая простая аналогия – это если капнуть капельку масла на поверхность воды, она растечется. Молекулы масла, например, оливкового – это олеиновая кислота. Молекулы разбегутся друг от друга и сформируют на самом деле пленочку в один монослойт. Чтобы получить такую тонкую структуру, используется тефлоновая ванна. Она отталкивает лишние загрязнения, которые могут нарушить рост пленки. Ванна заполняется трижды дистиллированной водой. От ее частоты зависит качество кристалла. Мы берем вещество – это димеристайлфосфатидилхолин. Это вещество является составляющей частью клеточных мембран. То есть, когда мы сформируем здесь мономолекулярный слой, по сути, мы сформируем модель мембраны. Если мы будем в воду потом впрыскивать какие-то лекарства или, наоборот, какие-то яды, мы можем изучать влияние этих лекарств или ядов на нашу клеточную мембрану, а также моделировать более сложные процессы, происходящие в клеточных мембранах. Например, каким образом запускается процесс смерти клеток и тому подобное. Вещество наносится таким образом, чтобы его молекулы плавали свободно, практически не взаимодействуя. Чтобы сформировать кристаллическую структуру, их нужно сильно прижать друг к другу. Барьерчики двигаются навстречу друг к другу. Молекулы за границу барьеров выйти не могут. Таким образом, расстояние между молекулами уменьшается. Но это всё равно, что насыпать шарики, и начинать, например, на бильярдную доску и кием, вот так вот сдвинуть их в одну сторону. Монослойная мембрана переносится на подложку и отправляется на исследование в рентгеновском излучении. Ну, собственно говоря, вот это типичный представитель класса рентгеновских приборов, рентгеновский дифрактометр. Он служит для того, чтобы исследовать кристаллы, чтобы понять кристаллическую структуру, как расположены молекулы внутри самой решётки. Рентгеновские лучи – один из мощнейших инструментов для исследования таких плотных структур, как кристаллы. Ведь они проникают вглубь любого твёрдого тела. Но чтобы управлять рентгеновскими лучами, нужно научиться их отражать, собирать в контролируемый пучок. И идеальная среда, способная управлять такими лучами – сами кристаллы. Как скальпель оттачивает, так же надо пучок сделать максимально ясным, максимально понятным для эксперимента. Кристаллы являются естественными, природными рентгеновскими зеркалами. То есть они способны отражать рентгеновское излучение практически полностью. Недавно учёные Института кристаллографии и Курчатовского института разработали новый метод управления рентгеновским излучением. С его помощью можно более точно изучать кристаллические структуры. Рентгеновские лучи проходят через особый кристалл, на который воздействует ультразвуком. От этого сам кристалл деформируется, но излучение концентрируется в тонкий пучок. Получается своеобразная подзорная труба из рентгеновских лучей. Она позволяет исследователю рассматривать строение кристаллов до отдельных молекул. Так одни кристаллы помогают изучать другие. Ультразвук создаёт деформации кристаллической решётки. Если вот так представить, то вот когда мы растягиваем гармонию или сжимаем, вот приблизительно такие же деформации создаёт ультразвук. Исследования при помощи рентгена важны не только для изучения кристаллов, но и для более простых операций. Например, чтобы определить угол резки. Это особенно важно для пьезокристалла. И если разрезать его в неверном направлении, он может потерять свои электрические свойства. В станке установлен диск режущий. На нём нанесено алмазное напыление, потому что только кристалл может разрезать, настолько он твёрдый материал. Чтобы заготовки из кристаллов можно было использовать в приборах, в оптике или технике, их обязательно шлифуют. Мы получили пластины с участки резки. Мы находимся на участке предварительной шлифовки. Мы должны их отшлифовать, эти пластины. При шлифовке кристаллов, выращенных из растворов, используют небольшие установки и мелкие порошки. Но для пьезокристалла требуется крупный и очень твёрдый абразив – карбид-кремний. Если обратите внимание, нижний притир у нас идёт с одной скоростью, верхний – с другой, и ещё у нас вращаются кассеты на этих станках. И за счёт разницы скоростей у нас получается вот этот вот съём. Процедура шлифовки занимает от 30 минут до 4 часов в зависимости от геометрии пластин, их размеров и предназначения. Главная задача – максимально убрать все неровности и шероховатости с поверхности кристалла. Поверхность пластины после обработки не всегда ровная, а имеет такую волнообразную поверхность. Поэтому задача определить максимальные и минимальные вот эти вот подъёмы и позволяет вот этот данный прибор, в результате чего мы определяем шероховатость поверхности. Сейчас прибор показывает шероховатость 0,3 мм. Это говорит о том, что пластина очень хорошая и годится для дальнейшей обработки, для полировки. В отделе технического контроля все выращенные пьезокристаллы тщательно проверяются специалистами. Замеряется длина выращенного кристалла, его диаметр и рабочая область. Мы оцениваем качество самого кристалла при помощи лазерной установки, определяем линейные дефекты, которые могут присутствовать в кристалле. В данном случае вот этот кристалл считается качественным. Здесь отсутствуют линейные дефекты, отсутствуют блоки, отсутствуют трещины, вкрапления, все те виды дефектов, которые, в общем-то, недопустимы. А так выглядят кристаллы, которые нельзя ни разрезать, ни отполировать. Ведь эти кристаллы жидкие. Жидкий кристалл, он потому и является уникальным таким материалом, что он одновременно и жидкий, и кристалл. В отличие от своих твердых собратьев, жидкие кристаллы не выращивают, а синтезируют. В их состав может входить более 20 компонентов. Форма молекул этих веществ должна быть удлиненной, вытянутой. Но главное – заранее рассчитать, какой материал хочет получить исследователь. Каждый компонент несет определенное свойство. Поэтому предварительно, когда мы рассчитываем, мы знаем, что такой компонент такими свойствами обладает, такой и такими, и мы, составляя смесь, значит, получим жидкокристаллическую смесь с нужными нам свойствами. В жидких кристаллах все молекулы расположены хаотично, но направлены строго в одну сторону. Если воздействовать на слой жидких кристаллов небольшим электрическим напряжением, то молекулы будут менять ориентацию и выстраиваться таким образом, чтобы их направление совпадало с направлением электрического поля. Это ведет к резкому изменению структуры и свойств жидкого кристалла. Как вообще работает жидкокристаллическое устройство? Потому что пока жидкие кристаллы у нас вы наблюдаете в банках. Чтобы приготовить какое-то жидкокристаллическое устройство, нужно взять два стекла, подложки. По этому принципу работают ЖК-дисплеи. Те же стеклянные пластины, между которыми нанесен особый полимер. Он сориентирует молекулы жидкого кристалла в нужном направлении, чтобы при подаче электричества, когда дисплей включится, они снова перестроились. Жидкий кристалл переориентируется и меняет свои оптические свойства. И вот когда он меняет свои оптические свойства, то это мы видим. Он либо пропускает свет, либо его не пропускает. А если еще используются различные светофильтры, то мы видим, соответственно, точки там красная, зеленая, синяя, из которых формируется изображение, любое изображение, которое нужно для того, чтобы получить какую-то картинку. Структура жидких кристаллов во многом схожа с живой клеткой. Это знание открыло новые возможности в развитии молекулярной биологии. Ежесекундно в каждой клетке нашего тела происходят тысячи химических реакций. В этой колоссальной системе важнейшую роль играют молекулы белков. Функциональные свойства этих белковых молекул определяются очень таким небольшим участком ее, белковой молекулы, которая называется активным центром. И вот для того, чтобы понять, как этот активный центр работает, как он устроен и как на него можно воздействовать, вот нужно расшифровать его структуру. То есть какие атомы там в какой последовательности, как уложены, какие там есть химические связи, что там вообще можно их там разорвать или усилить, или ослабить. Чтобы понять, как работают белки, нужно точно знать, как они устроены. Эта белковая фабрика – уникальный центр, где производят высокоочищенные белки. Их выделяют из разного биологического материала. Культуры клеток, фрагментов ткани и крови. Затем белки подвергают кристаллизации. Молекулы белков настолько малы, что изучить их структуру можно только при многократном увеличении. Один из способов приумножить белок – кристаллизация. Сегодня это самый прогрессивный метод изучения биологических объектов. Процесс кристаллизации у всех белков происходит по-разному. В среднем где-то в течение недели-двух происходит рост кристаллов. Некоторые белки кристаллов растут очень быстро. У нас были такие случаи, когда кристаллы удавалось получать где-то в течение 3-4 дней. Некоторые белки, они либо не кристаллизуются, либо кристаллы растут несколько месяцев. То есть этот процесс у всех белков по-разному, и предсказать это нельзя. Это сугубо индивидуально. На сегодняшний день известно около 2000 растворов, в которых белок может кристаллизоваться. Но ученые пока не знают точно, в каком растворе кристалл белка будет расти, а в каком нет. Чтобы не перебирать все варианты вручную, эту исследовательскую задачу решает робот. Автомат раскапывает в каждый планшет по 50 нанолитров раствора. Это в 400 раз меньше среднестатистической капли. Вот видите, этот процесс занимает достаточно маленький промежуток времени, потому что буквально за 12 секунд до раскапало один ряд 96 условий. С такой скоростью человек, естественно, капать не может. Пилковые кристаллы на 80% состоят из жидкости. Оказавшись на открытом воздухе, могут высохнуть и потрескаться. Чтобы этого не произошло, их герметично упаковывают в планшет. Все, плашка у нас готова. Она запечатана, имеет бар-код, по которому робот может ее узнать. Теперь мы эту плашку в зависимости от необходимости помещаем в инкубатор. Затем, как образуются кристаллы, следит микроскоп. Тоже в автоматическом режиме. По заданному времени он делает снимки всего планшета и каждой лунки по отдельности. И если кристалл вырастает ровным и правильным, его отправляют в синхротрон. Это циклический ускоритель, позволяющий исследовать структуру белковых молекул. Сейчас я покажу вам, как проводится эксперимент по белковой кристаллографии. До начала исследований белковый кристалл хранится в холоде, чтобы его структура не разрушилась. Исследователь осторожно извлекает белок крию петлей и переносит к синхротрону. Управляемое излучение в приборе проникает внутрь вещества. Об одном крохотном белке прибор получает огромное количество информации. Для ее обработки требуется суперкомпьютер. Мы находимся в суперкомпьютерном центре Курчатского института. Одной из ключевых задач центра является обработка, анализ и визуализация данных, полученных на мегаустановках. И в частности, на источнике синхротронного излучения. Суперкомпьютер вычисляет трехмерную модель структуры белка. На ее основе ученые смогут понять, как именно работает белок в организме, за какие функции отвечает. За столетия своего существования кристаллография претерпела серьезные изменения. Появились новые кристаллы и материалы на их основе. Вот все приборы, которые мы с вами сегодня видим, они сделаны из неорганических материалов. Например, оптические, да? Ну вот камера, которую мы сегодня видим. Как сделали эту камеру? Мы моделировали наш с вами глаз. Мы же с вами глазом тоже все видим. Значит, мы искусственно сделали этот глаз. Но почему мы делали его таким сложным путем? Потому что мы не знали, как устроен биологический объект, как белок устроен. А сегодня знаем. Теперь все эти знания ученые переносят в область живой природы. Они планируют создание биоорганических, гибридных приборов и систем. Наука о кристаллах и связанные с ней технологии делают такие фантастические открытия все ближе и ближе к реальности. Редактор субтитров А.Семкин